Привет! Тут опять зажигалочка. В Грузии ноябрь. Сегодня мы с ГИА едем в горы Георгию на быстро развивающееся предприятие Гордули. Посмотреть, как он сушит хруму и делает натуральные продукты без консервантов. Грузины гордятся, что выращивают фрукты и овощи без химии. Там горная речка, наверное, горная речка. В эту речку должны переехать, сколько там мостов будет справа. Это мы так пойдем вокруг, да, с серпантином таким. Вот мы тут едем. Мы спускаемся с горы сейчас. И поднимаемся на другую дорогу. Да, это персимоновые деревья. Они вообще тут как новогодние ёлки, украшают все сады. Листьев уже нет. А фрукты висят. И оказывается, что их собирают, потом вешают. По-моему, на веревочках они висели такими гирляндами. И сушат на зиму. Курмы, которые есть, на нитке не получается его сушить. Еще два раза крупнее еще есть хурма. Потому что, когда он становится мягким, вот это средний поднимется вверху. И внутри заходит воздух. А там внутри получается грибок. Испортится. И поэтому вы сушите вот на таких решетках? Да, да. Вот на таких. А крупные, еще есть два раза больше хурмы. Кроме этого, другой технология не бывает его сушить. Это длинные. Только надо ложить. Большие хурмы. Вот именно большие. А это есть? Вот это будет, наверное, 400 граммов. Вау! Вау! Просто перебрали. Они там и так получили. И вы эти продаете потом куда? На месте здесь. На месте люди покупают. И берут... Тхэлит хипсхнега, а? Да, ручной все. Потом мы отправляем. Пытаюсь. Сугдит. Ябхазе в Удум, сядь в Сочи везет людей. Мы ее храним и летом там продаем. Мы сейчас его не продаем. Только летом. Когда уже нет никому сушить хурмы, тогда торгуем интересно. Потому что люди дома сушят хурмы. А там они не ценят ни хурму цена, ни работа своей дома. Но вечером почистили, повесили, а их расходов нету. Ага. Я бы такие предприятия строю, посмотрите. Миллионного хода. Посмотрите, сколько здесь хурмы. До поездки я не знала, что есть королек и есть хурма. Я их и до сих пор не могу различить. Хоть и попробовала оба варианта. Мы забрались где-то, где дикие были, наверное, гранаты. Собрали немножко гранаты и достали два парсимона. Расскажи, что ты делаешь. Собрали гранаты и дикие. Это дикие? Дикие. Раз это раскрытый, смотри. Возьми. Вау. Значит, это спелый. Даже перестали. И мы остановились просто где-то на дороге. И тут полно диких гранатов. Это первые гранаты будут, которые... Вау. Попробуй на вкус этот, думаю, не будет очень кислый. Кисло-сладкий. Вкусный, сочный. У меня, по-моему, еще более красный вот этот. Одинаковый. Одинаковый? Они зреют одинаково? Угу. Супер. Мы тут только что выехали из Кутаиси. И вот тут они растут. Я их даже вообще не могла заметить. Оказывается, это дикие гранаты и на вкус они такие же, как и садовые. Вот. Сейчас уже... Вот сейчас я еще покажу. Еще есть деревья. Но это не хурма, а персимон, да? Персимон, королек и хурма. Вот они. Вот они, оранжевые. Вот. Вот. Так декоративно, красиво украшают. Все сады болтаются. Вон там, как новогодние елочки такие. Классные. Вон прямо. Вон. Такое большое дерево. Белопоказательное. Везде, видите? Оооо. Какая деревня. Вот коровка ходит по улице. Спокойненько. Там вот не успела сушить. Смотрите, смотрите. Вот вдоль дороги эти хурма. Прямо вот так она болтается. Видите, сколько? Вот еще не успели собрать. Они все будут собирать, сушить. Зимой в Грузии можно попробовать сушеную хурму. Обычно плоды связаны ниткой и покрыты сильным белым налетом. Вяленый фрукт считается особенно полезным. Им лечат боли в суставах, восстанавливают упругость кровеносных сосудов, улучшают пищеварение. Не плод, а кладезь витаминов. Гранаты просто иди и собирай. В Калифорнии, например, один гранат стоит доллар пятьдесят. Самые дорогие фрукты в Калифорнии должны экспортировать. И вот речка. Горная, красивая, но это широкая, большая. Лошадиная вода. Потому что тут в восьмом веке арабы потеряли свою конную армию. Эта река после дождя, ну как наводение, смыла их лагерь. И после восьмого века так и называется. Лошадиная вода. Интересно. Да, в лесу, смотри сколько. Смотрите сколько персимонов. Вау, прямо украшают. Кажется, что это коричневые осенние листья. А в самом деле это вот оно. Нечение. Смотрим в лесу. Это же надо собирать, слушайте, в горах. Вау. Вот так мы тут в горах едем. И никому это, оказывается, не нужно. Если после моей публикации, я думаю, тут появятся бизнесмены. И начнут экспортировать. Фриландеров надо пригнать сюда. Да, фриландеров. А мы будем туда. Продавать. Они это будут делать с удовольствием. А с удовольствием можно и продавать. Подпишитесь на мой канал. Смотрите. Узнавайте новое. Набирайтесь оптимизма. И заряжайте свои батарейки. Ваша зажигалочка.